друзья всем привет с вами снова владимир николаев и сегодня у нас будет такое знакомительное видео скажем так презентация новой модели от компания кума это кума об сиден я пролагаю что предшественник ее это серфовая модель flight surf давайте собственно с нее начнем эти катушки я получил на тест буквально пару месяцев назад целью просто потестировать сделать свое какое-то в конце мнение возможно она как-то повлияет на окончательную модель и комплектацию как только я увидел вообще данную катушку я обратил внимание на ее достаточно крупный размер и относительно легкий вес по паспорту она 472 грамма это буквально на 20 грамм больше чем бася да там или какая-нибудь еще катушка она серая серфа и но с фрикционом вкручивающаяся ручка серого цвета и давайте сразу же то что будет много вопросов цене rrc именно obsidian будет в районе 15 тысяч рублей окончательная сумма будет известна какой курс будет весной 2023 года легкий плавный ход в отличие от предыдущих моделей которые тестировал здесь со смазкой видим никаких вообще проблем нет изначально все прямо в лучшем виде в комплект этой катушки как трещит есть запасная облегченная серфовая шпуля так она выглядит не знаю суда вместится а я вам скажу 0 2 210 метров то есть 0 17 нанофильчик суда зайдет как родной и это шпуля конечно же на порядок легче чем это получается у нас готовая в принципе сподовая катушка которую я также планирую немножко поюзать в этом направлении выматывает кстати на за один оборот 103 сантиметра у нас как обычно вовремя начался дождь е-мое а ну что ж друзья можем именно в моем комплекте есть еще утрают красная шпуля но она абсолютно без клипсы и нет клип же и вот в этой серфы модели то есть нужно кулибить что-то придумывать это минус на этой модели мы не будем останавливаться здесь оставлю так как тестировал я бы не конечно модель obsidian которая будет у нас присутствует я думаю в приоритете на рынке давайте начнем комплектации запасная шпулька одинаковые 12 тысячные редюсеры втором вообще отдельная история ручка сама катушка их я уже юзую достаточно большинстве конечно это рыбалки в завоз тут еще есть инструкция и кинематическая схема сборки так сказал в районе 15 тысяч рублей она будет стоить черная это весит пицца уже 20 грамм чуть больше нежели серф но как я думаю что это только из-за шпули ручка здесь также вкручивается и ну это конечно модель же мне очень сильно напоминает японского производителя ну собственно что тут сказать ну действительно классная по техническим характеристикам мы сделаем детальный обзор уже ближе к поздней осени может быть даже зимой раз тем все посмотрим потому есть вопросы если сейчас мы слышим просто идеальный плавный и тихий ход но вот на крайних рыбалках под нагрузкой звук такой достаточно неприятный очередная поклевочка у нас 70 с копейками метров около корма и приподнятая оснастка за полчаса приносит на вторую поклевку ручить подруга новый решили взять в этот раз их на боевую тестирование посмотрю еще то ли дело в смазке или все-таки рык этот технологический тот сам момент который так и останется и у меня два вопроса либо этот звук с главной пары что не есть либо этот звук с ролика подшипника ролика лесоукладывателя вот этот гул потому что такая же аналогичная ситуация у нас была у баси я думаю откуда этот звук оказалось подшипнику шатался и под нагрузкой он рычал все здесь установлено 9 плюс один подшипник опять-таки повторюсь посмотрим где они стоят уже в технических обзорах укладка лески это плетенка 28 здесь моно 036 вообще все идеально параллельно фрикцион чик трещит славненький ровно один оборот то есть он чуть длиннее квик драк но при этом мне вот именно таким полный оборот даже намного приятнее так поехали дальше в комплекте есть полторы тысячные редюсеры и восьмитысячные которые здесь уже стоят и мне честно непонятно для чего полторы тысячи потому что когда ты его полностью одеваешь во первых они достаточно сами тяжелые получились плюс ко всему там остается ну примерно как вот на этой шпуле то есть там не знаю 020 лески там метров 200 либо там нанофилом можно уже намотать но опять таки я не думаю что данная катушка первую очередь там для каких-то сверхдальных забросов и ловли на тонкие шнуры хотя может я и ошибаюсь но пока что у меня опыта эксплуатации в тяжелых достаточно условиях ловли в завоз на дальние расстояния с плетенками с форсированным вываживанием и так далее и как думаю слишком лучше не по дизайну похоже редюсеров которые у меня есть на катушке швана и что вы думаете они просто встали идеально я вот недавно делал пост на данную тему фотографии можете посмотреть взаимами я уж тут подумал ё-моё так может эти шпуля подойдет и на спидкаст мне именно спидмастер точнее я попробовал нет подшпульный немножко здесь другой но тем не менее редюсеры подходят такая же похожая скажем так юбка в подшпульном механизме которые предотвращает попадание лески под шпулю достаточно толстый шток причем он с каким-то специальным покрытием но эти нюансы мы определим уже позже при каких-то силовых нагрузках ну вообще меня нареканий каких-то вопросов данные катушки абсолютно нет за исключением вот это вот рыка причем это только на двух катушках за счет чего это произошло узнаем позже в конце сезона когда будем разбирать может быть даже устроим в это все в режиме онлайн чтобы было еще интересней вот так что ребята вот такая новинка нас ждет в начале 2023 года дождик снова усиливается как обычно вредишь с и дождь начинается вот цене крайне пятнашки по дизайну первым впечатлением я думаю что это будет даже более популярная катушка нежели аккума 8к ну а там как говорится живем увидим спасибо всем за просмотр здесь информация будет кому-то полезно накидывайте вопросов что вам сна ну понятно апгрейд мы обязательно рассмотрим что там можно поменять из подшипков вот на этом все обнимаю до новых встреч